Проливной дождь сделал эту встречу в фешенебельном отеле в центре Брюсселя еще более уютной, хотя зал едва вмещает всех желающих оргкомитет игр, бельгийские спортфедерации, дипломаты, журналисты и, конечно, спортсмены, лучшие представители сборной Бельгии, которые едут в Минск. Я никогда не был в Минске, в Беларуси, и, конечно, для меня это будет и путешествие, и соревнование. Бельгийская команда 2019 – это 53 атлета, боксеры, самбисты, велосипедисты, грибцы, гимнасты, представители 11 видов спорта. В команде чемпионы мира, Европы и даже олимпийский призер Шарлин Вансник – дюдо. Бронза олимпийских игр в Лондоне, чемпионка Европы и обладательница золотой медали на первых европейских играх в Баку. Знакома с Минском и белорусским татами. Едет за победой. Я не делаю никакой разницы между соревнованиями. Для меня каждая схватка как последняя. И я, конечно, буду сражаться за медали и за всех сил. Бельгийская акробатика – еще одна сильная сторона национальной сборной. Сразу три золота на играх в Баку. В этот раз тренер Сергей Третьяков, представитель советской школы, в этом, видимо, и есть главный секрет успеха, везет в Беларусь лишь одну группу – женскую тройку. Конечно, планки мы ставим себе высокие, но реальность, так сказать, соревнования покажут. Поэтому эти соревнования будут одни из… они самые важные для них в их спортивной кайдере на сегодняшний день. Вообще, на первых евроиграх в Баку бельгийцы взяли 11 медалей. Три бронзы, четыре серебра и четыре золота. 15-е место в общем медальном зачете. Евроигры в Минске – это хорошая возможность не только улучшить командный результат, но и проверить силы сборной перед Олимпийскими играми. Мы всегда стараемся ориентироваться только на самый высокий результат, и именно поэтому не ставим медальные планы, чтобы не оказывать давление на спортсменов. У нас нет медального плана, но мы нацелены на высшие результаты. Размещение, спортивные объекты, питание или культурная программа. Если и остаются вопросы у журналистов или спортсменов перед играми, на таких встречах все пробелы заполняют лично. Первый звездный посол белорусских игр Дарья Домрачева и глава оргкомитета Георгий Катуллин. Сфотографироваться с легендой, четырехкратной олимпийской чемпионкой или своими глазами увидеть вожделенные медали. В 15 видах спорта организаторы разыграют 199 наград. На одной стороне медали – девиз «Bright year, bright you», на другой – один из символов белорусского фольклора – папа-рескветка. Белорусы верят – тот, кто найдет папа-рескветку, у того обязательно исполнится его мечта. Мечта любого, без исключения спортсмена, даже несмотря на взрослые слова о том, что главное – это участие, конечно, победа. И в Минске все готово для честной и бескомпромиссной борьбы. Я уже был в Минске, был на объектах, все посмотрел лично и подтверждаю высокий уровень готовности к этому представительному спортивному форуму. Нет никаких сомнений, что все пройдет на самом достойном уровне. Достаточно редко спортсменам выдается пересечься со спортсменами из других видов спорта. Это еще одна возможность познакомиться, как-то обменяться опытом, да, и что-то для себя новое извлечь даже из других видов спорта в своей подготовке. Многие спортивные команды, они были у нас на различных соревнованиях, и у них нет сомнений в том, что площадки будут соответствовать самым высоким требованиям. А вы правы, чем больше мы рассказываем и показываем, и люди узнают интересные факты о Республике Беларусь, тем больше просыпается желание посетить и увидеть воочию. Билетов на игры и церемонии открытия и закрытия остается все меньше. По словам организаторов, каждый день онлайн-покупки совершают представители 50 стран мира, в числе которых немало неевропейских граждан, например, Австралии, США, Арабских Эмиратов или даже Лаоса, Камбоджи и Пакистана. Девять дней до грандиозного старта. Но бельгийская сборная уже на следующей неделе отправляется в белорусскую столицу. Безвизовый режим, прямой рейс и всего два с половиной часа воздушного пути между Минском и Брюсселем. Разные части Европы становятся ближе. Вуслан Поддубский, Дмитрий Лацкий, Европейское бюро УНТ, Брюссель, Бельгия.